Ну что ж, друзья, вот мы и вышли на открытую, одинокую, задумчивую аллею, где можно подумать о своих мыслях, поговорить по душам. И мы не будем откладывать дело в долгий ящик и перейдем сразу к душе, ведь с нее все и начинается. Всем привет, мы начинаем. Свою сушку недавно сделал герой нашего следующего сюжета, фотограф Сергей Кичигин. Свободный момент с сушками и фотографиями был замечен в центре нашего города Вологды, а наш корреспондент Парен Салата решила попробовать и отломать собственную сушку. Ну что, попробуй, ну что. В конце августа в Вологде вновь состоялась уличная фотовыставка «Сушка». Принять участие в ней мог любой фотограф, как профессионал, так и любитель. Для этого нужно было только распечатать свои фотографии и разведить их здесь, на веревках, с помощью обычных белевых прищепок. Подробнее о сушке смотрите далее. Появилась очень интересная идея сфотографировать именно старого человека, и чтобы показать, что он действительно старый, показать, что в нем можно даже какую-то молодость проявить, представить его молодым, показал, что у него очень добрые глаза. Фотографию своей бабушки, еще другие портреты и пейзажные фотоснимки представил на выставке «Сушка» молодой фотограф Алексей. Он принимает участие в таком мероприятии не в первый раз и готовился к нему особенно. Лекции около 700 штук. Выбирал этого года, чтобы были новые фотографии. Выбирал вместе с друзьями, с родителями. Спрашивал, какие фотографии лучшие, ну и поставил все-таки лучшие сам. Фотовыставки с названием «Сушка» проходят по всему миру. Впервые в России «Сушка» состоялась в Санкт-Петербурге в 2011 году и сразу завоевала популярность как среди участников, так и среди зрителей. В Вологде фотовыставка такого формата первый раз прошла в прошлом году и собрала более 200 фотографов. Мы немножко отличаемся по формату классической «Сушки», того, что проводят в Питере, скажем. Потому что у нас это, ну вот то, что проводят ребята в Питере, в других городах, это больше именно фототусовка. То есть, когда собираются фотографы, меняются фотографии. Мы вывесились, там полчаса-час повесели, фотографии мы поменялись, пообщались, получили удовольствие и разошлись. У нас это все-таки принимает масштаб, ну какого-то действительно городского культурного проекта, который интересен не только фотографам, но и просто горожанам. Куда можно прийти, посмотреть красивые фотографии, красивую природу, пейзажи, макроинтересные. На «Сушке» были представлены работы как профессионалов, так и любителей. Ограничений по жанру или по технике фотографирования также не было. Поэтому посетители могли увидеть пейзажи, портреты и даже снимки, сделанные на дне моря. Каждый смог найти фотографию, которая запала в душу. Понравилось, например, что вот здесь очень хорошо отражена спортивная тема. Вот приятно, что очень много теперь людей, которые занимаются велосипедным спортом. Это здоровье, чистота воздуха, и это очень прекрасно. И настроение, наверное, у тех велосипедистов в это время тоже прекрасное. Работа много интересных, очень много интересных. Все снимают. Слава Богу, мы все разные, и все мы видим этот мир как-то по-своему. И поэтому очень интересные такие события. Смотришь, общаешься с людьми, кто как снимал, кто где снимал. Например, вот только что узнал, что эта фотография сделана в Северном Универсе. То есть, ну, просто замечательно. Окончание фото-выставки, она продлится до самого вечера. Все участники могут обменяться своими фотографиями и оставить на обороте пожелания на память. Вот такое доброе и интересное мероприятие. Пока-пока. В Дворянской усадьбе Бринчининых программа 3D встречает наступившую осень. Как и сама усадьба, так и ее обитатели жили здесь на протяжении двух веков. А что стало с ней после революции, какая она стала после реконструкции, и что здесь, собственно, происходит, мы и постараемся узнать прямо сейчас. Уникальная усадьба Бринчининовых в селе Покровска в Вологодской области сохранилась практически в первозданном виде. В 1803 году Покровска и 400 крестьян перешли по наследству – Александру Семеновичу Бринчининову, будущему отцу святителя Игнатия. Тогда же рачительный хозяин задумал строительство новой усадьбы. Свой осмотр усадьбы 3D начинает с Покровского храма. Начало – начал усадьбы. Я не зря сюда с вами подошел, потому что мы сами, как только зашли на основную зону всего культурного памятника, это, насколько я знаю, является культурным памятником, вы сразу же потихоньку начали говорить, что все начало, начало произошло именно отсюда. Пойдемте ближе к началу. Так вот, что это за начало? Расскажите. Это храм Покрова Престы Богородицы. В любом случае, у нас русская культура – это в первую очередь, конечно же, культура православная, поэтому дворяне начинали строительство усадьбы большей частью именно с храма. Так и здесь, усадьба Бринчиновых, владелец Александр Семенович Бринчинов начал строительство в этой усадьбе именно постройке этого храма. Когда-то здесь стояла небольшая деревянная храм, церковь подкрадкой Престы Богородицы, и он, приехав сюда, в эту усадьбу, в село Покровское, начал строительство этой усадьбы именно с возведения храма в каменном исполнении. А уже потом приступил к строительству усадебного дома, разбитию парка. Да, он разбил парк в 1810 году, и, соответственно, усадьба получила свое дальнейшее развитие. И существенно ли он изменился с того времени, когда он был деревянным? Или не сохранились такие данные? Таких данных не сохранилось. То есть, в каком виде он был, точных данных не сохранились. А парк носит какой-то культурный характер, или это просто, современным языком выражаясь, зона рекреации и релаксации? Нет, однозначно первый вариант. Архитектура старинного имения славится интересными находками и авторским решением. В садебный парк в Покровском один из немногих дошедших до наших дней образцов ландшафтного искусства 18-19 веков. Далее от шума городского можно бесконечно долго наслаждаться яркими красками, природой, тишиной и спокойствием. Я, во-первых, чувствую себя здесь как дом. Здесь можно окунуться в ту жизнь, в которой жили люди много лет назад. В какой-то степени я себя чувствую здесь вот таким человеком, который действительно окунулся в 19 век. Сейчас мы с вами пришли, как вы сказали, в пересечении липовых аллей. Да. Это яркое представление как у французского парка. Да, французский регулярный парк. Регулярный, то есть правильный. Правильный, да. Четкие линии, деревья посажены как под гребенку, основная композиционная ось, на которой две части парка симметричны. То есть, собственно, у нас есть линии здесь. Да, или вот вы видите четкие линии, да, видите, вот как четко посажены деревья, липовые аллеи. Вот это и есть французский регулярный парк. Здесь липы посажены в 1810 году. Вот это вот пересечение липовых аллей в виде звезды. Или, как еще сравнивают, в виде солнышка. Ведь эту усадьбу не зря называют маленьким Версалем, как назвала его в начале 20 века Александра Куприянова, родственница Брянчаниновых. Вот этот парк и напоминал знаменитый французский Версальский парк. Как раз вот это знаменитое солнышко. Да, здесь липовые аллеи расходятся как лучики солнца от центральной площадки, где раньше в 19 веке стояла клумба цветочной часы. Здесь? Да, вот на этом месте стояла когда-то клумба. Почему? Сейчас она не сохранилась? Нет, не сохранилась. А по чьим причинам? Это как раз революция, не революция? Да, это уже советское время. Оно, конечно же, внесло свои коррективы. Коммунисты цветы не поливали? Я понял. Нет, здесь были прогулочные аллеи. Более узкие аллеи, которые предполагают как раз прогулки в одиночестве. Аллея как бы сужает пространство, она позволяет окнуться в мир своих мыслей, размышлений, о чем-то задуматься, отвлечься от каких-то других парковых, зайти и погулять в одиночестве. А вот там как раз на второй террасе, в ее центре, разбиты лабиринты. Пойдемте посмотрим. Пойдемте. Не забудемся. Почему вторая терраса сделана чуть ниже, чем первая? Или это было решение лошадного дизайна владельца Принчанинова? Ведь усадьбы строились, чтобы с усадебного дома был виден весь пейзаж окружающий. Ведь здесь рядом лежачих полей, да, вот уже за территорией современной, открывается вид великолепный на леса, на поля. Да, вот мы с вами как раз подходим к лабиринтам. Вот, да, вот мы видим с вами вот эти холмы. Они, конечно же, немножко изменились с 19 века. Вот в 19 веке эти холмы были выложены из камня. И вот растущая на их вершинах акация, вот она уже чуть глубже там. Она вот так вот перевивалась, образовывала в некоторых местах такой своеобразный купол. Вот лабиринты, например, ввел еще Петр Первый. Ну, он из Европы, наверное, заимствовал. Да, во многом из Европы. Ведь лабиринты, они же еще и в Древней Греции были. Они же не так просто, это не просто прогулочная часть зоны. Ведь в лабиринтах, например, в некоторых местах ставили скамеечки, где оставляли книги. Посетитель мог, гуляя по лабиринтам, присесть, отдохнуть и почитать какую-то книжку. Ну что, мы с вами вот как раз выходим со второй террасы, из вот этой тенистой части парка, вот на такой широкий луг. И этот широкий луг, это тоже является собственностью усадьбы. Конечно, конечно, конечно. Вот этот луг, это были барские огороды. Здесь сделано все таким образом, что круглый день горит солнышко. И практически никогда не бывает ветра. Вот эти поляны ограничены, видите, посадками березы, кленов, акаций. Вот именно здесь барский садовник. Не Шилов, как вспоминает, старожилы выращивали огромного размера тыквы, помидоры, огурцы. А вот ниже вот этих огородов были оранжерели, которых выращивали не только редкие растения, но даже персики. И, как говорят, в доме круглый год были персики, выращенные собственные оранжеры. Ничего себе, персики у нас там в Вологде. А что там за река? А вот там не река. Это озеро? Нет, это пруды. Пруды? Да, это еще одна часть парка, уже третья часть парка прогулочная, система прудов. Система целая? Да, была система прудов, каскады прудов. А в данный момент? Данный пруд, в данный период времени, она восстановлена, но не полностью. Дальше вот уже за прудами разбита Региновая роща. Тоже владение усадьбы? Да, владение усадьбы. Но она не большая, и там уже территория парка уже заканчивается. Конечно же, в 19 веке все близлежащие поля, это принадлежали причине вот отсюда открываться на одно из полей. Да, сейчас это уже поля колхозные. Ну, это уже даже не колхозные. Колхозные здесь колхозы. Здесь у нас есть колхоз? Да. Ничего себе. Да-да-да, здесь есть колхоз. Ну что ж, собственно, мы пришли уже к самому дому. И в данный момент вы говорили об этой клумбе. Ну вот здесь разбита как раз партерная клумба. В русских усадьбах очень любили цветы, ведь наслаждались не только их ароматом, яркими красками, но и с помощью цветов еще общались. Каким образом? Существовал специальный язык, язык цветов, который назывался Силам. Силам? Да. Вы им владеете? Частично да. Вот если приедете к нам на интерактивные программы, то узнаете. Сколько я должен за это заплатить еще, расскажите. Я понял. Ну и собственно, как раз касательно дома. Сейчас мы смотрим на его фасад, правильно? Да. И он достаточно очень необычный, я бы сказал. То есть я такого в области не часто видал. Его делали мастера или просто крепостные, или в каком-то проекту. Как это было дело? Ну, как и все дворяне, Александр Семенович, приехав сюда в усадьбу, воплотил в ней все свои мечты, все свои желания. Вот он был камерпажом при императоре Павле I и привез сюда вот те светские манеры. И вот построил такой небольшой замок-дворец. Вот исследователи считают, что архитектором был ссыльный архитектор Александр Сапожников, ученик Патвея Казакова. Ну вот, в саду с ним был и сам уделик, сам Александр Семенович. Ну тогда ты думаешь, что стоит поговорить об этом уже в самом доме? Думаю, что да. Пойдем? Пойдемте. Бринчанина была одним из объектов моего исследования. Я очень рада, потому что я попала сюда работать и продолжаю, попытаюсь реализовать себя именно как культуролог, как историк, как историк своей вологодской культуры. Александр Семенович Бринчанинов устроил родовое гнездо на новый европейский лад. Здание напоминает типичный французский загородный дом начала 19 века. Каменный дом в стиле классицизма объединен одноэтажными галереями с двумя флигелями. Снаружи он кажется небольшим, но на самом деле в нем два этажа и мансарда. Известно, что в Покровское в гости к радушным хозяевам часто приезжали губернаторы и правящие архиереи. За два столетия жизнь мирной дворянской усадьбы перевернула революция. Но все ли она изменила? При входе в саму усадьбу бросаются в глаза два портрета, два снимка. То, что, как я вижу, что сюда приезжал патриарх в Сфер Руси Алисий Второй. Правда? Да, совершенно верно. И эти фотографии размещены здесь не случайно. Все дело в том, что в 1992 году патриарх приехал сюда. Визит его был тоже не случайно. Все дело в том, что здесь в нашей усадьбе наверняка он наслышанно жил. Он провел, точнее, свои детские годы до 15-летнего возраста, Дмитрий Александрович Буренчинин, то есть святитель от Матери. И вот его святейшество прибло на Родину Святого для того, чтобы посмотреть саму усадьбу. Усадьбу он увидел практически в разрушенном состоянии. И вот случайно это или нет, после его визита произошло, началось целевое финансирование восстановления усадьбового комплекса уже как культурно-просветительского и духовного центра. Вообще нашим гостям я рекомендую начинать прогулку именно с этого зала. Все дело в том, что очень удобно комнаты первого этажа располагаются в круговой анфиладе. То есть входят комнаты из комнаты. И раньше, в 19-м столетии, еще при настоящих хозяевах этой усадьбы, комнаты первого этажа, служили гостевыми комнатами. Гостиная. Раньше она называлась каминная. И неотъемлемым атрибутом нашей каминной был непосредственно камин. Расположение его известно немногим. Располагался камин между этими двумя каримфскими колоннами. То есть мы с вами стоим на месте, да, вот этого камина. Фотографию его, частичку, по крайней мере, его. На фотографии 1914 года я вам тоже покажу. Как это реально? То есть он стоял просто посреди комнаты? Посреди комнаты его можно было обойти со всех сторон. То есть он разделял комнату как бы на две части. Интересное дизайнерское решение. Здание претерпело большие перестройки. Вся лепнина, весь декор был срезан. И поэтому, к сожалению, были утрачены многие элементы интерьера этого дома. Восстанавливалось все практически с нуля, как я уже сказала. По фотографиям. По фотографиям 1914 года, совершенно верно. Но, к сожалению, воссоздать удалось только сами интерьеры. Камин, к сожалению, мы реставраторы не реставрировали. У меня сразу такой вопрос. Есть ли какие-то, может быть, подвалы, чердаки, что есть в этом доме того, что не показывается обычным людям на интерьерных экскурсиях? Да, очень интересный вопрос. И дело в том, что во время реставрационных работ, именно здесь, в нашей усадьбе, был обнаружен подземный ход. Что-то некое подобие винного погреба. Но, к сожалению, его пришлось замуровать за ненадобностью. И он находился именно под лестницей вкрытой галереи. Зачем его замуровали? Мы вводили туда экскурсию, мне кажется, было бы интересно. Здесь как раз и видна частичка того камина, о котором мы говорили, вот там. Да, совершенно верно. Именно здесь он находился. Вот он был, этот камин. Да, это его очертания. И вот как раз правая, вот эта вот... Этажерка. Это про этажерку вы говорили. Это арка средняя. Здесь цвет не тот, но немножко все... со старой, да, и как бы ты сказали, что по итогу это... Это подлинный кусочек старинный. Теперешний цвет стен, он максимально все-таки приближен к подлинному. Все дело в том, что при восстановлении усадьбы, при реставрационных работах здесь в усадьбе под слоем советской штукатурки и краски, вы сами наверняка представляете, как красили наши больницы. Белый верх, темный, синий, либо зеленый низ. Так вот под этим слоем штукатурки был обнаружен оригинальный, то есть подлинный оттенок стен. И в каждой комнате он повторяет свой вот оригинал, как говорится. Здорово. Третье помещение, которое есть на первом этаже? Это диванное. Диванное? Ну, а вообще эта комната у нас особенная. Именно здесь располагается экспозиция, которая посвящена Игнатию Брянчанинову. То есть, собственно, мы как раз находимся возле... Его портрета, да. Это портрет в образе какого? Около 6-10 лет здесь святителя Игнатия и он с Аней Архимандритом. Идем? Эта комната, я смотрю, небольшая. Ну, вообще это не комната. Именно здесь находится наш главный подлинный экспонат. Это наша подлинная лестница. Она сохранила свою первоначальную конструкцию, планировку. То есть, реставраторы только немного ее подновили. А так она точно такая, какая была в 19-м столетии. Это же наверняка часть материалов она здесь и осталась. Вполне возможно, да. Да. Да, сейчас мы с вами входим в жемчужину нашей усадьбы, в розовый зал. Здесь действительно она очень даже красивая. Действительно, жемчужина. Я не могу сказать и передать. Давайте представим, присядем. Поэтому вы мне поедете. Почему он является жемчужиной? Что здесь проходило раньше, когда как раз вся усадьба имела на стопыть? Ну, вообще, это как все комнаты первого этажа, как я вам рассказывала, это гостиная. Именно здесь гости собирались за званым ужином, обедом и так далее. Именно здесь, в 19-м столетии, семья Брянчаниновых собиралась за огромным столом, который раздвигался во всю ширину комнаты. И носил он очень замечательное название. Он назывался Сороконожка. Потому что за нем могло уместиться более 20 человек. Отсюда и пошло название Сороконожка. Ну, скорее всего, так. Цифра 20. Интересно. Мы прошлись практически по всему первому этажу, даже по всему, который мы сейчас видели. И все комнаты действительно соединены между собой. Здесь чувствуется дух времени. И как, допустим, те экскурсии, которые вы собираете, тех людей, которые вы здесь собираете, как вы даете им почувствовать эту старину? Как это происходит? Для того, чтобы наших гостей максимально погрузить в атмосферу 19-го столетия, мы здесь проводим различные интерактивные мероприятия. Вот, например, один из них, одно из них, очень такое яркое и необычное, которое называется «Мир дворянской усадьбы». Дети взрослые принимают участие в домашних салонных играх, разгадывают различные шарады, обучаются языку веера и светским манерам. Скажите, пожалуйста, сам туризм, усадьба Бринчаниновых, он как развит? Может быть, он только паломнический? Или вы ориентируетесь на какую-либо аудиторию туристов? Как это все происходит? Расскажите. Усадьба Бринчаниновых, она очень известна по всей России. И многие, именно верующие, знают ее как родину свидетеля Игнатия. Приезжают сюда посмотреть на усадьбу, приобщиться к этой культуре и побывать на родине святого. То есть, как я понимаю, это даже усадьба Бринчаниновых, это стало неким брендом? Да, совершенно верно, это бренд, и он очень глубоко закрепился именно в вологодской культуре и в православной культуре тоже. Я вас понял. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну что ж, друзья, после посещения усадьбы Бринчаниновых так и захотелось стать настоящим дворянином, да и жить не тужить. Но, увы, род Дмитрия Горохова обычный, простой и телевизионный. Смотрите нас на канале ТНТ на сайте волгдопортал.ру и пробивайте хэштег 3D вконтакте. И мы тут, как тут. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok